Алло. Ну, договори. Андрей из Беларуси хочет вопрос задать. Андрей, задавай. Ну, церковь является столпом и утверждением истины. Столпом и утверждением истины. А вот католики, они... Католическая церковь, она является столпом и утверждением истины или нет? Нет. Она же церковь по рукоположению. Да. Является. То есть церковь сама является, а то, что служители, скажем так, бесчинствуют, то вся причина в них... Есть видимое счастье и невидимое. Человек может считаться, а у Бога его нет. Видно, что он нарушает все. И весь ответ. Да, это церковь, а остальное Богу принадлежит. Ну, и второпопутный вопрос. Как церковь может быть еретичествующая, по вашим же словам? Если церковь есть с толку и утверждение истины, а ересь – это с толку и утверждение заблуждений. Раз они переменили свою сущность, они уже не церковь, только ересь. До этого составлен Никео-Цареградский символ веры. Для этого есть правило. А не так, что вот он был православным, а сейчас бы перешел к баптистам и стал считаться епископом. Так не получится, или священник. Потому что он нарушил то, что при рукоположении давал клятву, у них называют присягу. Он нарушил, и автоматически с него снимается. Как так? Ну, сейчас советский генерал Власов, генерал, лейтенант Андрей Андреевич. Ну, вот он изменил, стал служить в Германии. В советской он уже не числится. Его нет здесь. Его только теперь выхрасить и повесить. Что и сделали. Так и здесь. Он перешел в стан врага. У него ничего нет. У него автоматически, ну, это автоматически просто мирское выражение. У Бога его нет. Если говорят, то сейчас бы баптисты согласились, при условии, что если вот то и то, и то, дальше сказать, что у них будет. Они могут без церковной одежды, без нарукавников, могут они не читать Акафисты Божьей Матери, но не хулить. Они могут посты даже вот эти, могли бы так принять это. Но пост должен обязательно быть. То есть обговорить заранее правила, которые они принимают. Если они нарушают, они отпадают от благодати. Всего так отпал Арий. Он был очень благочестивый, импозантный, как говорят. Когда говорят об эритиках, всегда показывают какие-то стороны отрицательные, бывшие, небывшие. Там вот был такой монтан, он кривлялся, стоял. А Абарий, говорится, он был очень благочестивый, вид у него был привлекательный. Но церковь его признала эритиком. С какого момента? Когда он стал это учение проповедовать. А пока он в себе держал это дело, церковь же знать не может. И он оставался в церкви. И через него было все действительное. Он внутри себя сгнивал. Вот так и не в истории патриарх. Он патриарх. Сегодня он благословлял, рукополагал. Все действительное. Но вот он стал говорить свои определения о Духе Святом. Церковь поняла ересь. Собрали собор и его предали Анапиями. Все. Если после этого хоть один будет рукоположен, будет недействительное. Вот такой ответ. Все с Богом. Отключай нас. У нас тут беседа будет. С кнопочку нажмите, да и выключите. Я вас не могу отключить. Потому что могут быть... А, оно у вас зависло. Зависло. Да? Оно у вас зависло. Видите? Еще дальше. Только полностью выключай. Закрыть. Угу. Нет, надо полностью выключать. Закрыть программу. А, ну давайте. Давайте. Закрыть. Вы уже сели за стол? Все? Да. Давайте ешьте. И главное, интересно. Сижу и никому не нужен. Как только нога заболела, сразу звонит Себастьяна. Завтра я куда-то нужен. Повезти меня надо. Я говорю, как я по этому-то? А Виктор Андреевич пришел и говорит, никуда не ехать. Еще неизвестно, что я позвонил в скорую помощь. Ну, она спросила, свет ноги и разница? Я говорю, да нет. А когда Виктор Андреевич у меня разулся, видно, что нога разница. Это очень красная. Главное, где болит, это не дает... Вот это место, вот. Вот это место, вот. Он говорит, ем. Не ударился, ничего. Но он подумал, что-то ром. Я не знаю, я тогда сейчас хожу, пытаюсь размять как-то ее. Сейчас звонит... Этот Соболев будет звонить. Сейчас надо снять будет. Не записывай. Записи вообще нет. Отойдите, я звоню. Только снимаем на аппарат. Сразу перетаскивать и включать. Надо, чтобы меня было видно. Потому что я буду отвечать большой материал. Ладно, ладно, сиди и ешь. Я не буду ешь. Ну, слава Боже. У меня было летом. Когда я тепло так ложусь спать. И потом тепло в очереди. У меня ноги в нее стоят, аж горят огнем. Я зато у меня ноги не стягивают. Я вчера надел носки. Под тремя этими. И, видимо, это тоже. Я говорю, от этого. Он говорит, нет. Ну, это я так думал. Так, убери-ка это оттуда. Шар, это, вот сюда вот. А там надо подернуть, чтобы оно... Глазок надо. Глазок надо. Вот. Так, убери-ка. Так, убери-ка. Тут. Настя. Продолжение следует...